Сегодня миллионы болельщиков как в России, так и в нашей стране с тревогой следят за событиями в Лазани. Здесь, в штаб-квартире Международного Олимпийского комитета, буквально через несколько минут начнется заседание, которое решит судьбу сборной самой большой страны мира. Поедет ли Россия в феврале на зимнюю Олимпиаду в южнокорейский Пьенчхан, сегодня вечером объявит глава МОК Томас Бах. Эта история неоднозначная, борются с допингом, убирают сильного конкурента или ведут политические игры. Но здесь очевидно одно, пострадать могут чистые спортсмены. Мы следим за итогами в Лазани, но пока возможный вариант развития событий у Павла Капуцкого. Мы хотим на Олимпиаду! Короткое, но понятное обращение. Мы хотим на Олимпиаду. Записали детские команды из трех российских городов. Кургана, Санкт-Петербурга и Нефтекамска. Международный Олимпийский комитет грозится применить принцип коллективной ответственности ко всей российской команде. Хоккеисты тоже под угрозой. МОК – это организация, которая обязана защищать право чистого спортсмена на доступ, на допуск к Олимпийским играм. Это основное. А второе – МОК обязан в соответствии с Олимпийской хартии охранять спорт от политики и автономию спорта. Поэтому, безусловно, решение МОК сегодня не может быть по полному отстранению нашей сборной. Это очевидно, потому что это противоречит нормам международного права. Все началось с дневника бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он бежал в США и рассказал о бедах, творившихся в России с запрещенными препаратами. При этом до сих пор непонятно, что правда, а что вымысел. Допин до конца не может быть исключен, потому что каждый спортсмен и тренер, и обслуживающий персонал видят в этом плане не только здоровье спортсмена, к сожалению, но и достижение каких-то результатов любыми средствами. И ясно, что мы во многих вещах тоже не правы. Но то, что в это вмешивается политическая часть, это неправильно. Все время же подчеркивалось, что спорт вне политики. Перед летней Олимпиадой МОК делегировал право допускать или не допускать спортсменов Международным Федерациям. И в итоге в Бразилию не поехали легкоатлеты и тяжелоатлеты. Потом начали разбираться с сочинскими играми. Нашли на пробирках царапины и лишили Россию 11 наград домашней Олимпиады. Доказательная база недостаточная. Отдавать награды не будем, заявили атлеты. Пока не будет догадательной базы, никто медалей, и в том числе я, не отдам. Потому что медаль эта заработана потом и кровью, и я ее заработал честно, в честной борьбе. Лишить Олимпиады грозятся даже тех, кому допинг вообще не нужен. Вот, например, фигуристы. Если взять там каких-то лыжников, у которых там нагрузки колоссальные. Бег там 30 километров. Да, которые я даже просто приставить не могу. Вот там, да, наверное, что-то нужно, не нужно, не могу сказать. Но чисто вот по нам могу сказать, что можно и без этого спокойно обойтись, мне кажется. Фигуристы точно не принимают. Есть три варианта. Первый – отстранить всю команду России. Второй – делегировать решение о допуске Международным Федерациям. Третий – разрешить выступать чистым спортсменам, но только под нейтральным флагом. Мнения разделились. Одни говорят, надо выступать, другие не надо. Конечно, я считаю, что какой бы ситуации ни были, обязательно надо выступать. Если это даже нейтральный флаг, я говорю, история на все рассудит. Потому что человек, который в конце концов имеет гражданство и имеет страну, и выступать под нейтральным флагом, ну, когда-то это все-таки дело разрешится. Весь смысл олимпизма в том, чтобы показать свет нации. Всех тех спортсменов, которые были взращены на Ниве нашей страны. Спорт – это мир. То есть в момент олимпийских игр нет никаких противоречий. Нет политики, нет ничего. Есть только спортивный результат. На майке призера туринских и ванкуверских игр большими буквами на английском написано «Нет России, нет игр». На прошлой неделе в Москве презентовали олимпийскую форму российской сборной. Понадобится ли? Это фактически геноцид. То есть такое вот… Вот действительно так нельзя делать. Тех, кто откажется выступать под нейтральным флагом, я этих людей буду искренне уважать. Президент МОК Томас Бах в зал заседаний заходит с улыбкой, будто сегодня на повестке рядовой вопрос о неучастии в Олимпиаде самой большой страны мира. Как только действо начинается, двери для прессы закрываются. С докладами выступили рабочие группы Международного Олимпийского комитета Денниса Освальда и Самуэля Смида. Они расследовали факты вины российских спортсменов на играх в Сочи и причастность государства к допинговой программе. Павел Капуцкий, Дарья Белоусова-Петровская, Александр Каранкевич и Владимир Гаврик. Агентство Теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин